Выборы в Ивановскую областную думу признаны состоявшимися, но в сети дни продолжается детальный анализ прошедшей избирательной кампании. Кто-то празднует победу, а кто-то недоумевает, как могло остаться незамеченным значительное количество нарушений. Говорилось и о задержании группы людей в Шуйском районе, пытавшихся проголосовать по уже погашенным открепительным, и о поимке ответственными наблюдателями незадачливых карусельчиков из других городов, и об организованном подвозе чиновников к избирательным участкам в день голосования. Это были нечестные выборы как по ходу кампании, так и в непосредственный день голосования. Но, собственно, как всегда, был мобилизован административный ресурс, он проявил себя и в период выборной кампании, и в непосредственный день голосования. Но кроме этого, надо зафиксировать момент, что у нас произошел серьезнейший электоральный регресс, если раньше все-таки наши выборы не отличались применением таких грязных технологий, как блокирование телефонов избирательных штабов или, допустим, препятствование агитационной деятельности кандидатов вплоть до домашнего ареста и буквально посадок накануне дня голосования, то на этих выборах это, к сожалению, произошло. Общая явка избирателей составила около 30%. Число откровенно небольшое, но не выбивающееся из статистических показателей по близлежащим регионам. А вот количество избирателей, проголосовавших на дому, заставляет задуматься – больше 22%. Или, если переводить в числовой эквивалент, почти 60 тысяч погашенных бюллетеней. Только в одном Вичугском районе на дому проголосовало чуть больше 45% избирателей. Очень высокий показатель в среднем по России, нигде больше нет такого показателя на домного голосования. И кроме этого, в абсолютных числах это столько же, сколько было даже больше, сколько было на последних домских выборах. С учетом того, что на домских выборах была явка 50%, сейчас была явка в среднем по области 25%. То есть очевидно, что манипуляции с надомным голосованием, когда к тому же нарушались и правила занесения избирателей в реестры, когда они там оказывались без их ведома, это очевидно повлияло на результаты голосования и серьезным образом их исходило. Нарушения во время голосования на дому удивили даже членов избирательных комиссий. Многие люди попросту не знали, что к ним в квартиру придет человек и попросит поставить галочку. А некоторые из них просто не смогли бы проголосовать, даже если бы были предупреждены заранее. Были люди, которые не могли физически проголосовать. То есть это инвалиды, бабушка слепая или психически больные. То есть я приезжал, и родственники говорили, что они даже расписаться не смогут. То есть в таком случае у родственников доверенности нет, я не имею права проводить голосование вообще. Вторая урна ездила, у них количество людей в выписке было больше, чем у меня. То есть всего было 77, у меня было 29, соответственно, оставшиеся были у второй урны. Там процент голосования был выше, чем у меня. Но и это не объяснило бы столь большое количество проголосовавших, если бы не один нюанс. Выписки из реестров были составлены так, что обе урны ездили в один и тот же дом два раза. То есть я ездил по любимому в Шубинах дома. Были дома, допустим, 32-й, 36-й. И я, и вторая урна туда приезжали по очереди. Уже потом анализировал реестр. В реестре были дома, адреса. Они шли сплошным списком. То есть, допустим, Шубин, 32-й и несколько фамилий. Шубин, 36-й. То есть при волеизъявлении граждан голосовать на дому по телефону, я сомневаюсь, что такое возможно, что весь дом начнет звонить. Любопытным остается тот факт, что жалобы Николая Волкова в территориальном избиркоме оставили без внимания. У других членов комиссии, проводивших голосование на дому, таких проблем, видимо, не возникло. А число избирателей, голоса которых не могли быть засчитаны Николаем Волковым по объективным причинам, практически не уменьшили общий процент людей, проголосовавших на дому. По всей видимости, инвалиды и престарелые как раз и составляют политически активное большинство в нашем регионе.